Индонезийская кухня Индонезия – это богатая земля и бескрайние морские просторы, что порождает широкий ассортимент блюд. Основные ингредиенты, которые используются на всех островах – рис, сладкий картофель, батат, сорга и зерновые, а также фрукты и все морепродукты. А еще пряности. Именно удивительное соцветие ароматов и специй создает характер этой кухни. Основными приправами в Индонезии являются черный, красный и белый перец, кардамон, корица, имбирь, мускатный орех, чеснок, гвозди, катамарин, куркума, кориандр, соевый соус, карри, темный пальмовый сахар, сорга, листья лайма и пандануса. Многообразие тропических фруктов сделало эту кухню не только пряной, но и сладкой. Ну а главным пунктом в меню любого жителя островов является рис – это основа рациона. Из него готовится большинство национальных блюд, причем разными способами. Злак жарят, в том числе с овощами, грибами, мясом или морепродуктами, а также яйцами, приправляя соусом. Тушат, варят в бульоне, банановых листьях или на пару с добавлением кокосового молока и специй. Из него делают лапшу, пудинги и чипсы. Из рисовой муки готовят различные виды выпечки, хотя чаще всего его используют в качестве гарнира, который должен оттенить и подчеркнуть вкус основного блюда, и тогда он совершенно пресный. Индонезийские супы покажутся европейцу слишком водянистыми, но они очень питательны. В их состав зачастую входят овощи, фрикадельки, лапша. Ключ к индонезийской кухне – равные пропорции ингредиентов в соусах. Еще один маленький секрет приготовления ароматных блюд – паста из смеси разнообразных специй, обжаренных в масле. Она добавляется перед пассеровкой. Одним из самых популярных мясных блюд индонезийской кухни является сатэ. Это разновидность шашлыков на деревянных палочках, приготовленные на гриле. К этому блюду подаются всевозможные соусы и маринады. Огромное значение в кулинарной традиции государства имеют религиозные воззрения его жителей. Индонезия – страна по преимуществу мусульманская, поэтому свинину здесь готовят редко. А вот такое местное угощение, как говядина, тушаная в течение нескольких часов в кокосовом молоке, в сентябре 2011 года была признана самым восхитительным блюдом в мире по версии сайта CNNJ.com. В индонезийской кухне существует множество блюд – из жареного на открытой сковороде с пастой и смеси специй мяса. Курицу, рыбу и морепродукты также принято запекать в банановых листьях. Они получаются очень сочными и ароматными. Если вам хочется экзотики, можно отведать жареную саранчу, стрекоз в кокосовом молоке, суп из плавников акулы, ласточкины гнезда, каракатицу с рисом, лягушачьи лапки, завернутые в тесто и другое. Если вы поищите в гугл, мой индонезийский ресторан – единственный во всем Таиланде. Может, не последний, но пока мы одни. Несведущие люди не знают, как сложна эта кухня. Нам необходимо приготовить все блюда непосредственно перед подачей на стол, так как должен сохраниться их вкус. А то, что мы используем в процессе, мы называем не соус, а бамбу. Это смесь чеснока и самых разных трав. Поэтому у каждого блюда свой вкус. В этой кухне все угощения таковы, что их может кушать каждый. Она немного острая, не слишком, и чуть-чуть сладкая. Это как бы объединение европейских и индонезийской кулинарных традиций. А в итоге получились такие блюда. В Индонезии существует множество кулинарных поверьей. Молодой девушке нельзя петь во время приготовления пищи, иначе в мужья ей достанется старик. Считается, что от сильного жжения во рту после употребления острой пищи можно избавиться путем многократного верчения тарелки. А чтобы избежать слез при нарезании лука, достаточно пронзить ножом одну из луковиц. В течение всего года Индонезия поражает обилием фруктов и овощей. Вообще, в этой стране очень любят продукты натурального происхождения. Например, тертые кокосовые орехи, сердцевину пальмы, водяной шпинат, молодые ростки бамбука, маринованные плоды манго, жареные кабачки со специями. А еще стоит попробовать салат «Гадо-гадо» из творога, бобов, огурцов и других овощей в арахисовом соусе. Мелко нарезанную растительную пищу в Индонезии также приправляют свежей кровью курицы, черепахи или свиньи с добавлением сока лимона. Считается, что такое кушанье продлевает жизнь. В индонезийской кухне особняком стоят кулинарные традиции острова Бали. Национальными блюдами здесь являются, среди прочих, жареный молочный поросенок, утка в банановых листьях, в течение ночи коптившаяся под рисовой шелухой и свежие фрукты в соусе из пальмового сахара. А вот в деревне Тубан, Восточная Ява, вы сможете попробовать пирожки из земли. Считается, что они очень полезны для здоровья. Острую пищу индонезийцы запивают сладким чаем, чаще имбирным, с добавлением льда или холодной водой. Соки местные жители предпочитают заменять фруктами, за исключением мандаринового. Еще большой популярностью пользуется кокосовое молоко, а вот алкоголь в связи с вероисповеданием здесь употребляют мало. Но при этом в стране производятся хорошие вина, в том числе рисовая, брем. Местная водка Арак более похожа на ликер, а пиво Туак готовится из сока пальмовых цветов. Индонезийцы – необычайные сладкоежки, поэтому неудивительно, что в этой стране очень много десертов. Здесь подают дробленые кусочки льда с соевыми бобами, пропитанными сгущенкой разноцветным сиропом. В целом же индонезийская кухня очень вариативная и многогранная, но все-таки традиционные блюда, известные с давних времен, дошли до нас практически в исконном виде. Правила этикета в Индонезии весьма своеобразны. Национальные блюда там принято кушать руками. Примечательно, что можно пользоваться только правой. Есть передавать приборы и тарелки левой крайне неприлично. Впрочем, если вы чувствуете себя неуютно, вам могут выдать вилку и ложку. А вот нож в индонезийской традиции считается символом агрессии, и его присутствие на столе во время трапезы недопустимо. Поэтому все угощения во время приготовления мелко нарезаются. Кухня Индонезии по общему ощущению весьма пикантна, и в ней много вкусов, незнакомых в Европе. Это удивительное соцветие ароматов и специй. Приятных вам гастрономических открытий!